В Одессе прошли масштабные соревнования по боксу среди взрослых. Так, 11 сентября, в День физической культуры и спорта Украины, состоялись финалы отборочного чемпионата Украины по боксу среди элиты. 186 представителей различных областей страны собрались в одном спорткомплексе, чтобы продемонстрировать все свои умения. По традиции, местом проведения престижных соревнований стал современный спортивный комплекс Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого фонтана. Как прошли финальные поединки, кто уже совсем скоро отправится представлять нашу страну на международном уровне в сюжете моих коллег. С 7 по 11 сентября в Одессе проходил главный национальный боксерский турнир этого года – Чемпионат Украины среди мужчин. По итогам соревнований сформировали новый состав сборной Украины, которая совсем скоро отправится представлять наше государство на чемпионате мира в Сербии. Уже традиционно турнир такого масштаба Федерация бокса Одесской области проводила в спорткомплексе Международного гуманитарного университета. Зрелищные финалы чемпионата посетил почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Бокс сегодня пользуется популярностью среди молодежи, даже среди школьников. Я вам хочу сказать, что меня, знаете, очень приятно удивляет, что и студенты, и школьники, и молодые люди, они сегодня занимаются в разных спортивных боксерских секциях. Очень хорошо. Сегодня принимать чемпионат Украины по буксу – это событие для Одессы. Одесса всегда, мы подчеркивали, говорили, что это спортивная столица. Одесса принимает и может принимать. Посмотрите, вот мы построили спортивный комплекс. Не стыдно принимать и чемпионат Украины, и чемпионат Европы и мира. Утром 11 сентября перед финальными поединками спортсмены отправились на медийные взвешивания. Процедура взвешивания – это важная составляющая боксерского процесса. Спортсменам необходимо уложиться в лимит определенной весовой категории. Там финалисты и познакомились со своими соперниками, и провели традиционную битву взглядов. Чемпионат Украины показал, что в Украине огромное количество талантов. Украина является кузницей боксерских кадров, и этот чемпионат Украины в Одессе прошел очень здорово. Показал новые таланты. Тренерский штаб нашел новые юные дарования. Ребята, которые в 20 лет уже вырывали победы у своих соперников, которые старше на 5-10-8 лет. Ребята делают огромную работу для того, чтобы оставаться в своем весе, чтобы попасть в свою весовую категорию. Это огромный труд, который необходимо делать перед каждым соревновательным днем. По рекомендациям Федерации бокса Украины, для того, чтобы мы поднимали уровень... Традиционно дуэль-помедии. В нашей стране, в нашем городе мы сделали медийное взвешение. Наши спортсмены взвешиваются, так сказать, проводят церемонию. И делают фейс-фейс, смотрят друг другу в глаза, для того, чтобы посмотреть и проникнуться душой и настроем своего соперника. Юрий Захареев – один из одесситов, который дошел до финала чемпионата Украины по боксу среди элиты. Спортсмен говорит, что это уже не первое соревнование такого уровня в его копилке. К поединку готов, ожидает только победы. Чтобы с гордостью представлять свой город и страну на чемпионате мира в Сербии. Одессу уже многие годы называют спортивной столицей Украины. Здесь активно развиваются массовые виды спорта и совершенствуется инфраструктура. На базе международной академической школы мы открыли постоянно действующую секцию по боксу. Я вам хочу сказать, первый, второй, третий, пятый классы находятся там после занятий. Да пусть они занимаются спортом, они тогда принесут славу и своей семье, и своей стране. Вот нужно что делать. У нас ринг не убирается. У нас постоянно действующий ринг в школе. Я не говорю уже о студентах. Посмотрите, в университете, вот мы находимся на территории Международного гуманитарного университета. Построили, прежде чем запустить сам университет, мы построили десятки таких спортивных сооружений. Сегодня студенты, которые приезжают со всех регионов, занимаются спортом, в том числе и боксом. Мы в Национальном университете юридической академии. Мы построили только за последние пять лет шесть площадок спортивных. Мы создали академию спорта в Национальном университете Одесской юридической академии. Мы создали академию бокса в Национальном университете Одесской юридической академии. И сегодня там занимаются с первого по шестой курс студенты. И приходят и дети занимаются. Вот это очень важно. Условия, которые сегодня есть, идеальны. Идеальны для боксеров, для тренировок. Все, что необходимо в правилах федерации, в правилах по правилам международных соревнований, идеально. Я вам скажу точно, организация на высшем уровне. Поэтому мы уже много раз здесь проводим чемпионат мира и юноши, и юниоры. Говорить, какие шансы у нас на чемпионате мира, хорошие. Есть боксеры, которые могут завоевать медали, и у них все эти шансы будут. Тем более вы сами видите, что ребята с энтузиазмом, желанием боксировать и желанием выигрывать. Организаторы турнира отмечают, что чемпионат Украины по боксу среди элиты – самое масштабное спортивное мероприятие за последние несколько лет. Более того, соревнования такого уровня не проводились в Одессе уже очень давно. Федерации бокса Одесской области говорят, что к проведению чемпионата готовились тщательно, дабы показать представителям других областей, что наша боксерская элита сегодня остается на ведущих позициях на всеукраинской арене. Мы давно сотрудничаем с Сергеем Васильевичем, действительно. Я неоднократно говорил, и сегодня говорил утром, что лучших площадок спортивных нет у нас ни в городе, ни в области. Поэтому мы очень рады, что нам предоставляют такие спортивные комплексы. Очень возражительные бои были, очень довольны. Правда говоря, у нас только два финалиста Одесситов. Мы, конечно, будем болеть за Одесситу, пускай выиграет сильнейший. В этих соревнованиях были представлены 186 лучших боксеров нашей страны, которые отбирались на чемпионатах области в каждых областях. И очень мы рады тем, что в финальный день представлено два наших спортсмена. Весовой категории 71 килограмм. Это Юрий Захареев, наша молодая надежда, он только перешел с молодежи во взрослый бокс и ворвался уже очень так стремительно и убедительно. И сегодня в финале мы уверены, что одержит победу, так как он уже является двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира по молодежи. Популяризация и развитие спорта – одна из главных задач, которую ставят перед собой Национальный университет Одесская юридическая академия и Международный гуманитарный университет. В вузах созданы все условия для подготовки будущих чемпионов. Так, на базе Одесской юрокадемии функционирует боксерский клуб «Академия бокса», воспитанники которого уже принесли большое количество наград в копилку своего вуза, стали чемпионами Украины, Европы и мира. Благодаря стараниям и инициативам почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова открываются новые спортивные площадки. Развитие спортивной инфраструктуры Одессы – приоритет этих высших учебных заведений. Сегодня замечательный праздник – День физической культуры и спорта. И вы знаете, что наши университеты, Национальный университет Одессы и Международный гуманитарный университет уже давно стали площадкой для развития спорта не только в городе и области, но и страны, и в мировом масштабе. Почему? Потому что именно на площадках наших университетов проходят турниры области, чемпионаты Украины, чемпионаты Европы и чемпионаты мира. И сегодня Международный гуманитарный университет принимает, наверное, один из самых важных и главных турниров нашей страны – чемпионат Украины по боксу среди элиты. Более того, вы знаете, сегодня буквально утром на базе Международной академической школы Одесса также открывался абсолютно новый спортивный комплекс. На базе этого комплекса планируется открытие Академии футбола. На базе этого комплекса сегодня были представители всех федераций. И я уверен, что это еще одна площадка, несет серьезную копилку для развития спорта в нашем городе, в нашей области. Судьи рассказывают, что соревнования проходят на высоком уровне. Подготовкой боксеров довольны. На ринге все отдаются на максимум. Стимул один – поездка на чемпионат мира. Соревнования проходят по правилам АИБа. Три раунда по три минуты с минутным перерывом. То есть больших изменений нету, а в целом все идет очень хорошо. Уровень подготовки хороший у ребят, потому что, по сути дела, это новая команда. Олимпийский цикл прошел, и сейчас новый олимпийский цикл. Команда очень хорошая. Молодая, хорошая команда. Я думаю, что неплохое будущее у нашей команды. По результатам соревнований сборная Украины сформировалась из 13 человек. Золотые призеры говорят, что путь к первому месту был сложным. Попадались опытные и сильные соперники. Однако теперь отдыхать не планируют. Уже начинают подготовку к будущим соревнованиям. Все хотят привезти из Хорватии медали для Украины. Эмоции, конечно, переповнюю, потому что мы ехали только за золотом. Я рад, что я завоевал самую золотую медаль. Это уже на разу у меня другая золотая медаль на чемпионате Украины среди лета. Результатом задоволені. Будем готовиться на чемпионат світу, чтобы там завоевать как минимум медаль. У меня, в целом, много приятных моментов сегодня. Стать чемпионом страны – это круто. Плани – работать, только работать. Завтра приедем додому, пару дней залечим урана и снова до работы. Прошло все хорошо, слава Богу. Тяжелая неделя была. Блин, сейчас заикаюсь после боев на эмоциях. Очень рад. Подготовка у меня была хорошая. Противники собрались здесь. На этих соревнованиях очень хорошие. Были прям сложные бои. Почав заниматься боксом в 10 років. Пішов сам, получается, у меня брат ходил вдвоєрідний на бокс. Я побачив, что он ходил на бокс. И також захотів. Потому что мне нравится такой вид единоборства. Кумирами є багато у мене боксер. Також Василий Ломаченко, Усик Александр. Також Майк Тайсон, Мохаммед Али. Більше я рівняюсь на Майка Тайсона, так как мне підвластни цей вид стилю. В боксе, как и в любом другом виде спорта, победы идут рука об руку с поражениями. Серебряные и бронзовые призеры не расстраиваются, а наоборот начинают усердную работу над ошибками. Готовились очень долго. Було очень сложно. Постоянно збори, тренировки, утром просипаться. Если даже на работу, 6 часов утра просипался, отрабатывал с тренером индивидуально. Потом шел на работу, с работы приходил обратно, бігал. Очень сложно было. Но даёт у нас свои плоды. Всё равно надо заниматься, тренироваться, и всё будет хорошо. Вражения, эмоции, самі, що не є позитивні. Ми готувалися, працювали. Це моє певний результат. Я став медалістом. В принципі, я радий. Победу в командному зачёте Чемпионата України по боксу среди элиты одержала сборная Харьковской области, представители которой завоевали 7 наград – 3 золота, 1 серебро и 3 бронзы. Вторая ступень – за сборной Одесской области, в копилке которой 2 золотых и 3 бронзовых медалей. Третье место заняла сборная Киевской области. Наш регион і страну в целом на Чемпионате мира будут представлять Сотна Рогава і Юрий Захареїв.